Жестокое и бессмысленное преступление, детали которого не укладываются у нормальных людей в голове. 28-летняя жительница Ленинского района Перми лишила жизни собственного 8-месячного сына. А именно несколько раз ударила малыша по голове тяжелым предметом. Ребенок скончался на месте. Характерно, что семья считалась полностью благополучной. Ни на одном из профилактических учетов подозреваемая не состоит. По результатам судебно-медицинского исследования было установлено, что смерть ребенка носит криминальный характер. После получения указанной информации незамедлительно было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. Бездыханное тело ребенка обнаружил отец мальчика, когда вернулся ночью домой. Он сообщил о произошедшем в органы внутренних дел. Матери малыша предъявлено обвинение в убийстве. Избрана мера пресечения арест. В настоящее время подозреваемая отказывается от дачи показаний. Существует привилегированный состав преступления. Это убийство новорожденного. Там как раз короткий промежуток времени, когда у рожениц бывает депрессия. Этот случай под эту квалификацию не подпадает. То есть то, что именно малолетний, именно отягчает еще не получает? Да, поэтому дело возбуждено по квалифицированному составу убийства. Погибший мальчик был единственным ребенком в семье. Теперь его матери грозит до 20 лет лишения свободы. Застрелил, а после добил ножом. В Пермском крае 68-летний мужчина жестоко убил двух женщин. Тела погибших обнаружили днем 30 января в частном доме, расположенном в одном из населенных пунктов Пермского района. Было возбуждено уголовное дело по статье убийства двух лиц. Подробности сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. Предварительно установлено, что 29 января 2022 года в дневное время женщины по просьбе своего знакомого, находившегося на стационарном лечении в медицинском учреждении, прибыли из города Пермь к нему домой для выполнения хозяйственных работ. В тот же день в дом пришел 68-летний брат, находившегося в больнице мужчины, у которого с одной из указанных женщин был давний конфликт. Находясь в доме, мужчина вооружился огнестрельным оружием, из которого поочередно произвел выстрелы в женщин, после чего нанес им удары ножом. Убедившись, что потерпевшие скончались, злоумышленник с места преступления скрылся. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет предъявлено обвинение. В настоящее время следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сборы закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. В Пермском крае вновь установлен новый рекорд заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки диагностировано 3845 случаев заражения. В том числе заболел 1021 ребенок и подросток до 17 лет. Об этом сообщает краевой оперштаб со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Общее число инфицированных в Пермском крае все ближе к отметке в 200 тысяч. На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах перепрофилированных под лечение от COVID-19 в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. Из них 78 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7834 человека. Между тем, из-за непростой эпидемиологической обстановки в Перми ограничивается проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных и спортивных мероприятий. В связи с этим с 3 по 9 февраля будут закрыты 8 муниципальных катков, а также каток на набережной. Кроме того, напомним, в Перми и ряде других территорий региона на этот же период приостановился учебный процесс в очном формате в школах, средних специальных учебных заведениях, организациях доп. образования. Школьники и студенты переведены на дистант. В Перми огласили приговор Илье Козыреву, куратору стройки нового зоопарка. Уголовное дело было связано с крупными хищениями на этом объекте. Козырев признан виновным в мошенничестве, которое он совершил с использованием служебного положения. Причем преступление было совершено организованной группой в особо крупном размере. В составе организованной группы подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств в счет оплаты. При этом организации данные работы фактически не исполнены. В результате противоправных действий организованной группы бюджету Пермского края причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 миллионов рублей. Напомним, уголовное дело Козырева, который ранее заключил сделку с правосудием и изобличил трех соучастников, выделили в отдельное производство. Наказание – 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. В отношении остальных соучастников расследование уголовных дел окончено и направлено в суд. На их имущество наложили арест на общую сумму около 80 миллионов рублей. В счет нанесенного ущерба в Перми судебные приставы наложили арест на несколько объектов недвижимости владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова. Он осужден на пять лет за гибель пяти человек, также во время потопа пострадали шестеро. Суд назначил выплатить их родственникам 15 миллионов рублей. Щербаков перечислил им уже 4 миллиона. В пресс-службе УФССП и зданию КП «Перм» рассказали, о каких арестованных объектах идет речь. Арест сейчас наложен на здание, арендуемое банным комплексом «Фараон» на улице Чайковского, 8А, а также на объекты по адресу улицы Советской армии, 19, которые арендует сеть супермаркетов. Щербаков попытался оспорить решение об аресте, но суд отказал в рассмотрении иска. Если в ближайшее время вся сумма ущерба не будет погашена, имущество владельца отеля будет продано. Напомним, ЧП в пермском мини-отеле «Карамель» на улице Советской армии, 21, случилось 20 января 2020 года. Ночью в подвале прорвало трубу отопления, и кипяток хлынул в помещение гостиницы. Она находится в цокольном этаже. Пять человек погибли, еще шесть пострадали. Альтернатива многолетнего ожидания. В Перми продолжается выдача бесплатных земельных участков многодетным семьям. Расположены они в селе Гамово и входят в отдельный перечень земельных участков. Подать заявление на их получение может любая многодетная семья, независимо от номера в реестре. В этом году распределят 119 таких участков. Марина и Андрей Коробовы – многодетные родители. Вместе воспитывают двух сыновей и двух дочерей. Супруги давно задумывались об улучшении жилищных условий. Признаются, жить большой семьей в квартире стало тяжело. Увидела информацию о том, что выдают земельные участки по альтернативному списку в селе Гамово. Да, это шесть соток. Другое назначение земли – это садоводство, место ИЖС. Но так как мы стояли на очереди уже пять лет, и наш порядковый номер в очереди составляет 4200, мы решили попробовать. В декабре прошлого года супруги подали документы на получение участка. И в конце этого же месяца, после жеребьевки, администрация Перми выделила семье шесть соток в 18 километрах от Перми. Расположение участка Коробовым нравится. Имеются точки подключения к коммунальным сетям. Как обустроить землю, многодетные родители уже решили. Участок, несмотря на то, что подсадоводство, это не мешает на нем строить жилой дом. Подъезды уже там есть, можно подключить электричество, рядом даже есть газ. И, наконец-то, дети воплотят свою давнюю мечту, заведут себе собаку. Участки в селе Гамово входят в альтернативный перечень земельных участков. Это означает, что подать заявление на получение может любая многодетная семья, независимо от номера в реестре. Село Гамово находится в комфортной транспортной доступности от города. Туда ходит общественный транспорт. Сам земельный участок ровный, не содержит каких-то оврагов, какой-то безумной растительности и так далее. И, собственно, вся инфраструктура села Гамово, она находится в непосредственной близости, и ей можно пользоваться. Для участия в процедуре распределения необходимо до 18 февраля подать заявление в Департамент социальной политики Администрации Перми. Всю дополнительную информацию о проведении жеребьевки, о земельных участках можно получить на официальном сайте мэрии Перми, а также по телефону, указанному на экране. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Скверно-автозаводская перезагрузка. В Закамске полностью преобразят территорию возле клуба имени Кирова. Одно из старейших мест отдыха на правобережной части Перми попало в общероссийское голосование приоритетных объектов благоустройства на 2022 год. Мероприятие проводилось в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Пять с половиной тысяч человек отдали голоса за обновление именно этого сквера. Право-лево будут уже такие зоны тишины. То есть там могут ребята, которые приходят просто-напросто даже переодеться. Могут там кто-то еще чем-то заняться. Мамаши могут отдохнуть. Полуразрушенная чаша фонтана и сосны, взмывающие ввысь. Старому романтичному скверу на улице Автозаводской решено подарить новую и более активную жизнь. На площади в 8 гектаров будет размещен скейт-парк. Вокруг него места для так называемого тихого отдыха. Однозначно все насаждения, которые сегодня здесь здоровые находятся, они будут сохранены. Ничего не будет удалено. Новые лавки, новые урны, тактильные плитки. Все это будет, конечно, здесь предусмотрено. В дальнейшем, конечно, здесь мы будем развивать зону Wi-Fi для того, чтобы притяжение разного возраста здесь возможно было. Идею строительства в сквере современного скейт-парка любители экстремального отдыха восприняли на ура. Они уверены, спортивный объект будет востребован не только на правобережной части Перми. Здесь будут оттачивать свое мастерство жители всего города, а, возможно, даже других регионов. Требования достаточно серьезные. Во-первых, это долговечность покрытия, поэтому пока что на данный момент выбрано бетонное покрытие. Во-вторых, требования должны соблюдаться по фигурам, чтобы фигуры были безопасны, правильные радиусы, геометрически правильные фигуры, если выполнены правильные металлические конструкции, чтобы все трюки, выполненные в Данновской парке, не наносили вред участникам. Будет именно отрывная точка для Пермского края, где можно будет проводить именно Кубок Пермского края по скейтбордингу и, возможно, и всероссийский даже. Работы на этом объекте планируют завершить в 2023 году. Ранее губернатор при Каме Дмитрий Махонин отмечал, что создание комфортной городской среды, задача решения которой в первую очередь ждут от властей и жителей. Всего в 300-летию Перми будут реконструированы и отремонтированы порядка 40 парков и скверов. Среди них набережная Камы в Кировском районе, сквер на улице Советской армии у городской эспланады и гостиницы «Урал». Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Пассажирский транспорт на электропоток. В Пермь в этом году доставят электробус. Он будет работать в режиме тестирования и два месяца перевозить пассажиров на одном из маршрутов муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс». В прислужбе предприятия изданию «Текст» сообщили подробности. Какой именно это будет маршрут, пока находится в стадии разработки. Тестирование электробуса в Перми планируется в первом полугодии. Поездки на электробусе ничем не отличаются от поездок на обычном автобусе. Оплата проезда будет осуществляться с помощью стационарных валидаторов без участия кондуктора. В Пермь прибудет электробус «КамАЗ» с быстрой подзарядкой. Заряда батареи хватает на несколько рейсов, а далее ему необходимо будет вставать на подзарядку. Станции планируется установить на территории автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» и на Перми 2-й. Если эксперимент с использованием новой техники признают удачным, то городские власти рассмотрят возможность использования электробусов и на других маршрутах. Напомним, это уже не первый эксперимент транспорта будущего на улицах Перми. В 2018 году на Пермской дороге в тестовом режиме запускали электробус «Волгобас». Чисто, удобно, комфортно, бесшумно, замечательно. Пускай ходят по нашему маршруту, будет все замечательно. Но тогда дальше тест-драйва дело не дошло. Кроме того, напомним, в планах власти также были тестовые заезды электротранспорта из Китая и Казахстана. Но дальше анонсов дело не доходило. Напомним, электробус «КамАЗ» уже на протяжении нескольких лет перевозит пассажиров в Казани, Белгороде и Москве. Только в 2021 году в столицу поступило 400 новых электробусов. В конце декабря автопарк насчитывал тысячу машин. Все они низкопольные, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В их салонах установлены медиа-экраны и USB-слоты для зарядки мобильных устройств. Коми-пермятские орнаменты, фигуры людей в национальных костюмах, изображения животных. Все это в глине. В Перме открылась выставка работ известного мастера-керамиста из Кудымкара Ивана Конюкова. Причем его произведения показывают совместно с абстрактной живописью пермского художника Анатолия Френкеля. Как сочетаются такие разные работы, увидела наша съемочная группа. Глиняные фигурки в национальных коми-пермятских костюмах, а также керамические изделия, украшенные национальными орнаментами. Все эти работы прибыли в Пермь из села Белоева Кудымкарского района. Их автор – народный мастер пермского края Иван Конюков. Это звание присваивают людям, которые возрождают старинные местные ремесла. А Иван Конюков гончарным делом занимается не один десяток лет. У него своя мастерская в Белоево и множество учеников. Он поясняет, сначала из глины создается корчага – кувшин с широким горлом. Затем специальными красками наносится рисунок. Изделия обжигают, покрывают глазурью стекловидным составом. И потом снова это обжигается, и всё, вещь готова. А иногда приходится несколько раз обжигать, потому что краски могут быть разные, с разной температурой его обжига. Вот обожгли и дальше расписали, снова обожгли. На глиняных изделиях мастера целые живописные панно. Здесь луговые травы и цветы, лесные ягоды и, конечно, фигуры животных. Есть объёмные изображения – лисиц, бобров и медведей, а есть орнаменты по мотивам пермского звериного стиля. Как говорит Иван Конюков, рядом с его домом сосновый бор. На лесных прогулках он старается бывать ежедневно, чтобы наблюдать, думать, отдыхать душой и черпать идеи для работы. Всем рассказываю, что здороваюсь и прощаюсь с лесом. Я на Коми-Пернацком. А в середине, говорю на чистом русском языке, лепота. Рядом с изделиями из красной глины вот такая чернолощеная керамика. На последнем этапе обжига в печь добавляют дрова или смолы, которые выделяют много дыма. Печь замуровывают, чтобы перекрыть доступ кислорода. В итоге получаются изделия с металлическим отливом. На некоторые мастер нанёс берестяную оплётку. Работы Ивана Конюкова разместили в Пермской галерее «Морис». Здесь же экспонируют абстрактную живопись пермского художника Анатолия Фрэнкеля. Как считают, в галерее получилось интересное сочетание. Народные орнаменты – это тоже абстракция. Когда была на его персональной выставке в Кудымкаре, я тоже видела вполне абстрактные такие кувшины и так далее. Ну, чего стоит только вот эта вот чернолощенная керамика, где только форма, только цвет. То есть это, ну, мне кажется, всё это очень как-то хорошо сочетается. И, наверное, именно вот с абстрактными работами Анатолия Александровича Фрэнкеля. Выставку абстрактно-народного искусства назвали «Двери, открытые для всех». Вернисажем здесь отметили 21-й год работы галереи «Морис». Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.